Сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел России совместно с коллегами из Москвы пресечена деятельность крупнейшей за последние несколько лет подпольной лаборатории по производству синтетических наркотических средств. Незаконное производство располагалось в Серпуховском районе Подмосковья. Производственные цеха были оборудованы в помещениях бывшего фермерского хозяйства на участке общей площади около 4 гектаров. В момент появления оперативников полным ходом шел процесс изготовления синтетики. В двух помещениях находились химические реакторы стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались определенные ингредиенты. Затем полученные кристаллы высушивались и расфасовывались мелкими и крупными партиями. По имеющейся информации, в течение месяца могло производиться около полутора тонн синтетических наркотиков. Кроме того, был обнаружен склад с химическими реактивами. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 100 килограммов наркотических средств в кристаллизованной форме, полторы тонны в жидком состоянии, 4 тонны химических реактивов, свыше 600 килограммов прекурсоров, 7 химических реакторов, а также различное лабораторное оборудование. На месте происшествия задержаны трое граждан Украины, которые выполняли функции химиков-технологов, а также курьер-закладчик. Спустя несколько часов наши сотрудники установили и задержали предполагаемого организатора противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная группировка действовала по четко выстроенной криминальной схеме от производства наркотических средств до их реализации. Сбыт осуществлялся через интернет-магазин, размещенный в теневом сегменте интернета. Участники данной группы также предлагали прекурсоры и так называемые конструкторы для производства наркотиков в более мелких лабораториях. В результате оперативно-розыскных мероприятий нашими сотрудниками пресечено 18 поставок наркотиков в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Республики Татарстан и Бурятия, Хабаровский и Приморский край. Кроме того, были ликвидированы розничные сети сбыта запрещенных веществ в четырех регионах России. В отношении всех задержанных избраны меры пресечения в виде заключения под стражу.